Добрый день, уважаемые участники нашей пресс-конференции. Благодарю вас за активное участие в одном из главных политических событий, которое посвящено столетию Великого Октября. У нас программа рассчитана на 8 дней. Мы сегодня открываем 19-й встречи рабочей коммунистических партий. Здесь, в городе Героя Ленинграде, в Санкт-Петербурге, где представлены все ведущие левые народно-патриотические партии мира. У нас еще предстоит посещение Смольного, Аврора, Эрмитаж. И в концертном зале «Октябрьский», в котором почти 4 тысячи человек будет, будет представлена литературно-музыкальная композиция по страницам Великой Поль. Затем все гости и участники переберутся в Москву. В Москве будет Александровский сад, возложение венков к могиле неизвестного солдата, почетный караул-эксорт президентского полка, посещение мавзолея, кремлевских дворцов. И затем состоится рабочая большая встреча. Дополнительно приедут все гости. У нас около тысячи гостей из разных стран, которые тоже желают обменяться мнениями по проблемам 21 века и вызовам, которые стоят перед человечеством. И затем в концертном зале «Россия в журняках», где будет участвовать 7 тысяч человек, будут представлены лучшие произведения Великой Советской эпохи и состоится концерт. А 7 ноября с главной площади Пушкинской пройдем по улице Горького и на площади Революции проведем митинг-концерт. Приглашаю вас активно участвовать во всех наших мероприятиях. По нашу позицию, которую мы изложили, вы слышали в докладе, а сейчас хочу вам представить, вместе с Китайской компартией мы выпустили великолепную работу «Ветер октября». Это, по сути, дело историческое повествование о всех главных событиях. Я считаю, что эта работа блестящая, сделана как с точки зрения научно-содержательной, исторической, так и иллюстрированной блестящей. Я бы попросил нашу коллегу и гостя, товарища Луи Джоу, тоже высказать несколько слов. Мы эту работу готовили вместе. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Пожалуйста. Сейчас будет включен перевод. Слово предоставляется заместителю заведующего международного отдела Компартии Китая, товарища Гуи Джоу. Перевод будет через микрофон. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... Всем известно, имя Ленина тесно связано с «Октябрьской революцией». Субтитры создавал важный значение для понимания великого смысла и глубинного влияния «Октябрьской революции», и извлечения из истории, мудрости и силы. Продолжение следует... 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 Мы получили поздравительные письма от имени КПРФ, от имени товарища Зюганова. Мы получили поздравительные письма от имени КПРФ, от имени КПРФ, от имени КПРФ, от имени КПРФ. Мы получили поздравительные письма от имени КПРФ, от имени КПРФ. Я уже представила вам в моем докладе. Мы получили поздравительные письма от имени КПРФ. О! О! Мы получили поздравительные письма от имени КПРФ. 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 И КПРФ, стоя в новом историческом начале, будут в дальнейшем укреплять контакты и сотрудничество, вносить больше вклад в углубление китайско-российских всеобъемлющих отношения в стратегическом взаимодействии, партнерство, повышение благосостояния народа в двух стран, непрерывное развитие мирового социализма. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Хочу поблагодарить КПРФ Питая и генерального секретаря Си Цзиньпиня, с которым мы знакомы много лет и не раз встречали, за не только тесное сотрудничество, за очень конструктивную совместную работу, которая наполнена новым содержанием. Три года назад мы с Си Цзиньпинем обсуждая отношения наших двух стран и партий, подготовили меморандум в соответствии с которым мы постоянно обмениваемся мнениями, участвуем в совместных мероприятиях, готовили вместе 70-летие нашей общей победы над фашизмом и японским милитаризмом. Вышло ряд работы у меня на китайском языке и мы благодарны за выпуск этого уникального издания, которое будет учебным пособием. Что касается наших кадров, особенно молодых, они практически все прошли стажировку у китайских компартий, были в ведущих провинциях, хорошо знают уникальный опыт. Вот эти делегации возглавлял Юрий Вячеславович Афорин, 20 с лишним наших молодых, талантиво-перспективных ребят вместе с ним две недели прошли подготовку. Новиков Дмитрий Юрьевич, который проводил там встречу и выступал на научных конференциях. Мы считаем, что это взаимодействие очень конструктивное и благодарим компартию Китай, международный отдел, который все делает для того, чтобы эти связи укреплялись. Я бы просил Жадеса Иванович Алферова несколько слов сказать, как мудреца, как человека, к слову которого прислушаются все государственные думы. Он в думе прочитал блестящую лекцию, почему социализм по работе Эйнштейна 1949 года и продолжает наставить на том, что без высокой науки ни у одной страны не может быть будущего и нельзя построить социализм. Пожалуйста. Спасибо большое. Ну, я прежде всего хотел сказать, что вообще Октябрьская революция для нашей семьи очень близка, потому что мой отец во время Первой мировой войны служил в 4-м Мариупольском гусарском полку, вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков в сентябре 1917 года, и его послали как раз в Петроград, и во время революции он был здесь и слушал Ленина. Я должен сказать, что сегодня, в период вообще совершенно дикой, ну, лживой пропаганды против Октябрьской революции, в том числе и против Владимира Ильича Ленина, я просто и вот в своей работе я напомнил отзыв Эйнштейна о Владимире Ильиче в 1929 году, он сказал, что этот человек пожертвовал собой во имя социальной справедливости во всем мире. Такие люди, как Ленин, сказал Эйнштейн, являются обновителями совести всего человечества. И еще я хотел рассказать очень короткую историю. В 1971 году я полгода работал профессором в Веленойском университете по соглашению между Академией наук СССР и Академией наук США в лаборатории моего друга, который работал до этого у меня, профессора Холоньяка, и мы как-то с ним поехали навестить его отца недалеко от Сент-Луиса в небольшом городке, где когда-то был шахтерский городок, шахты уже не было, были пенсионеры. И его отец, я привез бутылку столичной, мы сели, выпили, закусили. И его отец сказал, он эмигрировал из Закарпатья, когда это была Австро-Венгрия. И он это подчеркивал. И он мне сказал, Жарес Иванович, вы мне скажете, что русские рабочие живут лучше американских? Я этому не поверю. Я ему сказал, я не буду этого вам говорить. Но я вам скажу, сказал он, одну такую вещь. Я приехал сюда в начале 20 века. Мы работали по 10-12 часов. Еще мальчишкой он был. Мы жили в бараках. Жизнь была кошмарной. Потом русские рабочие сделали революцию. И наши буржуи изменили свою социальную политику. И американские рабочие живут хорошо благодаря Великой Октябрьской социалистической революции. Вот так мне сказал рабочий костер в Америке. И я думаю, что это было абсолютно справедливо. Спасибо, Жарес Иванович. Пожалуйста. Так, пожалуйста, переходим к вопросам. Кто хочет задать вопросы? Геннадий Андреевич, сегодня в федеральных СМИ, общественно-политическое издание «Дэли Шторм» муссируется тема по поводу захоронения Владимира Ильича. Вчера эту тему затронул спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, который предложил провести референдум. А сегодня эту тему уже поднял Рамзан Кадыров. Вот как вы это прокомментируете? Случайно, не случайно, на ваш взгляд эта тема поднимается? И что вы можете сказать по этому поводу? Решение захоронения Ленина принято было высшим законодательным органом страны. Оно было поддержано всеми, без исключениями, законодательным собранием всего Великого Союза государства. Это решение окончательное и обжалованию не подлежит. Ленин захоронен в соответствии, в том числе и с православными канонами. Он в склепе лежит на 2 метра ниже уровня земли. Таких склепов сегодня по миру около сотни. Что касается захоронений и перезахоронений, в соответствии с нынешним российским законом, это можно делать только по согласию родственников, ближайших родственников. Ольга Дмитриевна Ульянова, родственница Ленина, всегда была против. И это заявляла не раз. Я приглашал к себе родственников всех, кто захоронен на Красной площади. Там похоронено около 400 героев Великой Советской эпохи. Там похоронено 32 маршала, которые генералы командовали войсками и освобождали от фашизма всю Европу. Их дети и внуки категорически против этого перезахоронения. Там похоронены три гения, которые обеспечили нам ракетно-ядерный паритет Курчатов, Келдыш и Королев. Против их родственников. Там похоронен Гагарин, первый космонавт в мире, своими товарищами. Поэтому любые попытки надругаться над заветами предков, над решением родственников, на мой взгляд, противоестественны и кощутственны. А сам факт, что поднимается снова этот вопрос накануне столетия Великого Октября, для нас не приемлем. Когда у Путина собрались все лидеры, вдруг один из них тоже справа толка стал муссировать эту тему. Я сказал, давайте тогда определимся, с чего вы начнете раскопки. Самые древние захоронения – это Москва-реки. Там похоронены первые защитники нашей державы. Затем в двух соборах Кремля похоронены за 300 лет, начиная с войны калиты державных государей и членов семей. И 400 с лишним человек захоронены на Красной площади. Дальше идет Александровский сад, могила неизвестного солдата, земля городов Героев, Брестской крепости Героев. С чего вы начнете? Путин встал и сказал, пока я в Кремле, я этого варварства не допущу. Еще добавлю всем, Красная площадь и Кремль – юнастское внесенное сокровищество мировой культуры. Никаких изменений там производить, в том числе международных согласований невозможно. И последнее. От Мавзолея уходили войска защищать Москву. 30 тысяч 7 ноября 1941-го пошли отбивать Москву от фашистов. В Мавзолее мы встречали всех победителей. 200 гитлеровских штандартов было брошено к подножию Мавзолея после разгрома германского вермахта. На Мавзолее встречали первого космонавта в мире Юрия Гагарина. Я хочу, чтобы все, кто в стране отвечает за политику, задумались над этой исторической действительностью. Ну и последнее. Есть общественное мнение. Проводили телепередачу, называется «Герои России». Имя России. Да. Имя России. Четыре раза опрашивали студентов и молодежь. 40 миллионов отвечали. Все четыре раза Ленин и Сталин вошли в первую тройку, как самые выдающиеся люди нашей тысячелетней державы. Поэтому просьба успокоиться и заняться серьезным делом. А на фоне кризиса, когда богатеи богатеют, а три четверти народа нищает, эти высказывания, на мой взгляд, выглядят просто ко счастью. Пожалуйста, телеканал «Санкт-Петербург». Спасибо. Меня зовут Каналату Второго, телеканал «Санкт-Петербург». Геннадий Андреевич. Вопрос, который волнует всех. Вы собираетесь баллотироваться на выборах президентских? И какой портрет социалистической России сегодня мог бы быть? В декабре прошлого года я официально обратился ко всем народно-патриотическим силам, как их лидерам, своим письмом. Оно стоит у нас на сайте публикованного газета. Я предложил собрать силы вокруг конструктивной программы вывода страны из кризиса. Без программы, без сильной команды, без опытных умных людей на выборах делать нечего. По крайней мере, мы не видим у правительства эффективной работы. Оно за последнее время просто активно разваливает экономику и не предлагает реальные пути вывода страны из кризиса. Мы подготовили такую программу «10 шагов достойной жизни», которая позволяет накопить бюджет примерно на 25 триллионов, не как сейчас 16, и предложить реализовать программу развития. Чтобы эта программа была реализована, надо минимум тратить по 7% расходной части на науку, на образование, на здравоохранение, и примерно 10% на село и агропромышленный комплекс. Сейчас это в 2-3 раза меньше, что в принципе ведет к деградации и страны, и экономике. Даже в такой важной сфере, как в нефтегазовой, износ оборудования превысил 55%. Мое обращение обсуждается во всех организациях НПС. После столетий мы соберемся на большой совет и определимся, кто пойдет кандидатом в президенты, кто будет премьером, кто будет заместителями, кто возглавит научный совет. Мы считаем, без экспертного научного совета не может эффективно работать ни президентская команда, ни правительство. Персонали будут названы тогда, когда будут официально объявлены выборы. Партия Компартии России будет в них участвовать самым активным образом, имея для этого все основания. У нас 11 тысяч депутатов, у нас руководители крупнейших направлений, у нас наука представлена самым талантливым. Александр Иванович является тем, к голосу которого прислушивается вся планета. Мельников первый зампред, один из лучших специалистов в области образования. Из-под пера Смолина Олега Николаевича вышли все лучшие законы на сей счет, подготовил закон образования для всех, которые давно надо принимать. Академик Кашин знает великолепно всю проблему агропромышленного комплекса. Наши 200 народных предприятий оказались в стране лучшими. Нам есть что представить обществу, и мы пойдем на выборы сильной авторитетной команды. Телеканал NHK, Ярослав Хорошенко. У меня такой вопрос. Мы видим, что здесь, на этом представительном форуме, собрались очень-очень серьезные делегации. Я хотел вас спросить вот о чем. Как вам кажется, могли бы вы, я имею в виду, вы и Компартия Российской Генерации, а также ваши коллеги из Компартии, например, в Расковке, переговорить, скажем, все вместе и выработать какое-нибудь серьезное решение по снижению военной и политической обстановки в Азии. Я имею в виду ту волну атаки со стороны Соединенных Штатов Америки, которая постоянно идет на корейскую народную дневкоритическую республику. Вот в этом плане есть ли какие-нибудь возможности консенсуса, переговоров и консенсуса, может быть, вырвать какие-то решения для того, чтобы близкий, ближайший соседка, спокойно жил, спокойно, как говорится, производил, растил детей и строил свою страну, и строил свое будущее так, как они это запланировали, не так, как Игнатян, например, могли. Спасибо. У нас на встрече предыдущей участвовал Новик Дмитрий Юрьевич, обсуждали эти проблемы и вырабатывали общую линию. Сейчас, готовя заключительное согласованное обращение ко всем странам и государствам, ко всем партиям, Леонид Иванович Калашникову вместе с коллегами уже подготовили проект обращения. Леонид Иванович, там есть позиции эти, пожалуйста. Да, спасибо, Геннадий Иванович. Действительно, мы не только подготовили уже в проекте обращения и уделили этой проблематике очень большое звучание, в том числе и сформулируем призыв от имени встречи. Но и вчера мы четыре часа на рабочей группе обсуждали всю проблематику, мы там довольно углубленно подумали о том, как организовать серию актов солидарности в отношении Северной Кореи по всем странам, по всем континентам. И вот сейчас, после перерыва, наши северокорейские товарищи, им будет предоставлено слово, они попросили это сделать чуть раньше. Так что, думаю, через двух выступающих я сейчас должен отлучиться с пресс-конференции и начать вести дальше. Думаю, вы можете послушать это выступление нашего товарища из Северной Кореи, члена полетбюро. Спасибо. Вот мой товарищ коллега Листов подготовил великолепную выставку, декреты, первые ленинские декреты. Я хочу, чтобы вы прошли и посмотрели, вы просто ахни. За год были приняты такие декреты, которые изменили, в принципе, подход страны, начиная от проблемы мира, войны, земли и все остальное. Посмотрите, какая динамика, какое ответственное отношение к происходящему. Посмотрите, как создавалась рабоче-крестьянская Красная Армия. Двух дивизий у Ленина не было. Пятимиллионную армию создали, которая расколотила всю Антанту. Посмотрите внимательно, как решались проблемы войны и мира. Что касается американской агрессии сегодня в мире, она и связана, прежде всего, с тем, что разрушен баланс. Когда СССР и США были, был баланс и равновесие. Это не позволяло американцам воинствовать на всей планете. Наше отношение к Корейской Народной Республике предельно ясное. Тайсаев Казбек здесь. Здесь. Он вывозил недавно 10 человек союза Компартии, были в Корее, внимательно изучали, провели там все встречи. Мы категорически против санкций. Мы считаем, что Российская Федерация и Китай, Путин и Сидиньпин предложили вариант мирного решения этой проблемы. Предложили вариант диалога, который позволил бы решить эту проблему. На мой взгляд, это абсолютно конструктивная линия и мы ее будем поддерживать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова